В Растаучане не отчувают себе обделенными музыкальными подеями и увагой за свет на ведомых зорок. Зимою вось уже 28-й год запар запаливают огнестуденские музычные вечары, лето славится балами, восень любят и чекают за театральную белую вежу. Хотя первость на творчий парнас пробился Пяресту Тюльпан. Сталка нового фестивалю на музыкантов симфоничного оркестра Маринского театра. Это не будет только вечера классической музыки. Мы собираемся в перспективе, если у нас все получится, расширить рамки фестиваля и включать туда и артистические выступления, то есть спектакли, возможно, какие-то коллективы, танцевальный балет, например, того же Маринского, если сможем это сделать. И, конечно, вокальные номера. Открыла концертную программу сольное выступление Марины Кулов, лауреата международных конкурсов. Мы хотим провести фестиваль на высоком профессиональном уровне. И чтобы сегодня звучала такая замечательная музыка, и чтобы люди больше приобщались к высокому искусству. Марина Кулов выконала сочинение Камиле Сенсанца Ронда Капрычоза, написанное специально для скрипки. Але ей педагог, народный артист Беларуси Игорь Алоуников, зарабил транскрипцию для фортепиано. Прогучал в шерах уникальных творов. Концерт для двух фортепиано с оркестром Моцарта, известный концерт, ни разу не исполнялся в Блесте. Да, и у нас в столице тоже не так часто исполняется. Не помню, когда последний раз его играли. Это очень интересное сочинение, очень живое, очень такое светское. Пианист с светлым имем признался, часу на репетиции Амаль не было, а для Глазминск-Питер не дала мягчимости, тому на сцене импровизация. Алена Чернокос, мариинцы, служить уже больше за три годы. Великая сцена научила не хваляться, а ли выступление в Бресте для девчонки особливое. Прежде всего, это возможность сыграться в городе, где я росла, где меня обучали в детстве, до консерватории. Показаться своим педагогам, до какого уровня я дошла, порадовать город своими успехами. У программе двухденного фестивалю шедевры со светлого музычного мастатства от классики до нью-джаза. Фестиваль отримался, дякую же творчему супрацовництву, то, якое подтремливается с симфоничным оркестром Марыинки и, зразумелось, необыяковым домостатства людям.